29 ноября православные верующие отмечают День памяти апостола Матфея. В народе этот праздник получил название «Матвеев день». Святой Матфей был апостолом из числа 12, самых близких к Господу учеников. Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных учеников Христа. До встречи с Господом Матфей был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. Затем он принял христианство и стал повсюду следовать за Христом. Через 8 лет после казни Иисуса Матфей написал Евангелие. Затем он отправился в странствие, проповедуя Слово Божие. Смерть апостола Матфея была мучительной. Его казнили огнем в крепости в Римской империи. По обычаю, в Матвеев день народе было принято ходить в гости. Люди в честь этого праздника устраивали застолья с душевными беседами. В это время, как известно, идет рождественский пост, поэтому подавать на стол можно только досволенную пищу. Если же в Матвеев день в дом пришли нежеланные гости, то сразу после их ухода нужно вытереть все зеркала, вымыть пол и входную дверь. По народному поверью, это защитит обитателей дома от дурного глаза и других неприятностей. А если желанный человек все не идет к вам в гости, можно воткнуть булавку в ручку веника и поставить его у входа. В народе считалось, что холод в Матвеев день сулит лютую зиму и наоборот теплый дождливый день, теплую и мягкую. Сильный ветер в Матвеев день обещает зиму суровую с частыми вьюгами и метелями. По народному поверью, если в направлении сильного ветра бросить горсть крупы, то вскоре он стихнет. В народе говорили, что выпавший в Матвеев день снег не растает уже до половодья. Что же нельзя делать в Матвеев день? В народе считается, что в этот день нельзя свистеть, иначе заведутся тараканы. Также нельзя садиться за стол, это к беде. А ходить по дому в одном ботинке и искать другой, значит накликать себе смерть. Существует примета, что в Матвеев день ни в коем случае нельзя выходить из дома в одежде наизнанку, иначе весь день будет неудачным. Еще по одному поверью, в Матвеев день 29 ноября нельзя надевать одежду красного цвета. Также нельзя слишком часто смотреться в зеркало и любоваться собой. О чем молятся святому Матфею и кому он помогает? Поскольку до призвания на апостольскую службу Господу Матфей был сборщиком пошлин, считается, что он покровительствует всем, кто имеет отношение к финансам. Бывший мытарь помогает налоговым инспекторам, таможенникам и банкирам, а также чиновникам и всем сотрудникам финансового сектора, от бухгалтеров до биржевых брокеров. Кроме того, к нему обращаются с молитвой о заступничестве и восстановлении справедливости те, кому несправедливо отнеслись финансовые проверяющие органы, и те, кто хочет получить кредит или суду. Поскольку святой апостол Матфей стал евангелистом, то есть, по сути, писателем, к нему также обращаются за помощью те, чья деятельность связана со словом, от копирайтеров, журналистов и рекламщиков до писателей и сценаристов, не говоря уже о филологах и лингвистах. Апостол Матфей помогает также всем, кто просит его об укреплении в вере и о защите от искушений. Однако надо помнить, что всем святым и апостолу Матфею, в частности, следует молиться с верой в силу Божию, а не в силу иконы или самой молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok